Нечист на руку в Бобруйский автослесарь обокрал СТО. Наносил вещи через имеющиеся в заборе повреждения. Удалось ли нажиться? Иллюзии удовольствия в городе содержали покупатели марихуаны. Молодой человек пояснил, что приобрел данный наркотик для собственного потребления. Какая она? Обратная сторона кайфа. Плюс к статистике, минус к кошельку. Накануне на шиной горел склад. Спасатели моментально справились с данным пожаром. Почему огонь ошибок не прощает? Это сирена. Громкие чипы за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Огонь уничтожает имущество и забирает жизни. В Беларуси проходит акция «За безопасность вместе». МЧС в тандеме с Госэнергонадзором проводит противопожарные рейды. Цифры говорят сами за себя. Почти 5000 возгораний с начала года. О том, как безопасно согреться зимой. Ольга Васинда. В Горбацевичах меньше 270 адресов. Но даже здесь с начала года произошло несколько серьезных пожаров. Увы, некоторые на чужих ошибках не учатся. В этом доме светильники без плафонов, проводка в плачевном состоянии, а вокруг печи – хлам, который может загореться за секунду. Хозяин вроде и понимает – так беды не миновать. Но есть ли толк? Не дай бог, не было. Потому что не очень приятно, когда что-то горит. Перед наступлением морозов сотрудники МЧС уделяют особое внимание печкам. Есть ли щели, прибит ли притопочный лист, исправна ли дымовая заслонка. И напоминают – сырые дрова горят хуже, для хорошего прогрева уходит в два раза больше топлива, а при розжиге появляется много сажи. Впоследствии снижается прочность стенок. Безопаснее хранить поления на улице. Складывать их лучше на камни или поддоны в дровнице. Чтобы избежать плесени, можно накрыть рубероидом. Главное – чтобы топливо оставалось сухим. Предупредить пожар всегда легче, чем тушить. В тандеме со спасателями работают сотрудники госэнергонадзора. Смотрят исправность кухонных плит, обогревателей и проводки. Только за 9 месяцев в районе и городе проверили свыше 1200 домов. Выписали порядка 90 предписаний. Проводка была проложена по сгораемому основанию. На осветительных электроприборах не применяются защитные плафоны. Коробки распределительные, не закрыты защитными крышками. Создаются условия, когда человек может случайно попасть под напряжение. Из-за беспечности и халатности можно лишиться дома в считанные минуты. В период акции за безопасность в месте специалисты посещают тех, кто не всегда способен позаботиться о себе сам – инвалидов, одинокопроживающих и пожилых. Без внимания не остаются дети, находящиеся в социально опасном положении. Ну и многодетные семьи. Ну и здесь проводятся профилактические мероприятия. Основная цель – это предупредить возникновение пожаров. Подобные мероприятия у нас проводятся в течение всего года. В зависимости от складывающейся обстановки на той или иной территориальной единице. Каждый день статистика спасателей неумолимо растет. За 2022-й в стране произошло почти 5000 пожаров. Погибло 500 человек. Среди них – 9 детей. Помните, огонь разрушает дома, отбирает имущество и лишает жизни. Ольга Васинда, Максим Галионко, Бобруйск, 360. Дым и копоть. Накануне днем на Шинной горел склад. О пожаре сообщил прохожий. К моменту прибытия первых подразделений в здании полыхал огонь и стоял плотный дым. Со слов очевидцев, внутри никого. Спасатели моментально справились с данным пожаром, в результате которого повреждена кровля и некоторое имущество внутри. Пока причину выясняют специалисты. С начала года в Бобруйске районе произошло почти 130 пожаров. Каждый раз причины разные. Неосторожность при курении, неисправная электропроводка и даже неудачная готовка. Но в одном все ЧП схожи. Своевременное вмешательство и знание правил безопасности может уберечь от беды. Торговец с несчастьем, бобруйчанин, продавал марихуану. Местный житель хранил дома больше килограмма запрещенного вещества. Мужчина признался, что самостоятельно сорвал и высушил растения. Выйти на нарушителя удалось благодаря одному из покупателей. Оперативниками наркоконтроля был задержан 20-летний несудимый местный житель, который хранил по месту жительства марихуану. Молодой человек пояснил, что приобрел данный наркотик для собственного потребления. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело. Горе-коммерсант в Бобруйске автослесарь обокрал станцию технического обслуживания. 54-летний мужчина вынес место работы запчасти, набор инструментов, масла и не только. Товар планировал реализовать. Для этого зарегистрировался на одной из торговых площадок и дал объявление о продаже. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горосполкома выяснили, что автослесарь выносил вещи через имеющиеся в заборе повреждения. Общий ущерб свыше 2300 рублей. Автослесарь задержан, возбуждено уголовное дело. Абьюз не норма. В городе участились случаи бытового насилия. Каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение, как правило, совершает близкий человек. Зачастую поведение таких людей не поддается здравой логике. Только в Бобруйске с начала года 73 преступления. Правоохранители напоминают, если вам стало известно о конфликтной ситуации, обязательно сообщите об этом в органы внутренних дел. Участковые инспекторы милиции города во всех пунктах охраны общественного порядка еженедельно, один раз в неделю по средам, проводят приемы граждан, которые проходят с 17 до 20 часов. Также за помощью круглосуточно можно обращаться по номеру 102. В Бобруйске существуют и кризисные комнаты на базе территориальных центров социального обслуживания. Помните, безнаказанность – сильнейший фактор, который провоцирует агрессию. Дорогу в никуда в Могилевском районе в понедельник произошло смертельное ДТП. Местный житель на автомобиле Акура влетел в трактор с прицепом, который ехал в попутном направлении. В результате 33-летний водитель погиб на месте, а его пассажир с травмами госпитализирован. Следователи обращаются к очевидцам ДТП и гражданам, располагающим какими-либо сведениями о произошедшем с просьбой сообщить об обстоятельствах в оперативно-дежурную службу управления Следственного комитета по Могилевской области. Как выяснилось позже, трактор с прицепом прошли техосмотр в марте. Габаритные огни на них установлены. Были ли они исправны, выяснят следователи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которое привлекло по неосторожности смерть человека. Темная фигура. В Осиповичском районе в ДТП погиб пешеход. Трагедия случилась в субботу около 7 утра на 98-м километре дороги Минск-Гомель. 35-летний житель Бобруйского района наехал на мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Тот получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства аварии устанавливаются. Известный пешеход был без фликера. При подходе к пешеходному переходу в обязательном порядке нужно убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств. Если эти транспортные средства есть, то убедиться в том, что водитель вас видит. Хотелось бы обратиться к родителям наших несовершеннолетних. Сейчас каникулярный период времени. До 7 ноября будут детские школьные каникулы. Поэтому контроль, контроль, контроль. Обязательно использование детьми световозвращающих элементов. Днем ранее в деревне Житин Осиповичского района под колеса автомобиля попал 5-летний мальчик. Он вышел из рейсового автобуса и начал перебегать дорогу. В этот момент его сбила 38-летняя жительница Минской области. Ребенок доставлен в больницу. Подобные трагедии не редкость. Только в этом году в Могилевском регионе зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых 37 детей получили травмы. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ориенц. Увидимся через неделю.